Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Неоднократно получал просьбы заснять мой, ну, обычный такой рабочий день, куда и как перемещаюсь. Поэтому сейчас в заказе я вспомнил как раз, что у меня есть необходимость съездить в DHL. Пришла посылочка, вот, но они не получили от меня уведомления, что с ней делать. То ли ее завозить, то ли я сам ее заберу. Поэтому прям, по ходу, на живую нитку будем снимать. Пока будем ехать, расскажу вам интересную историю про российские банки и, в частности, про Ситибанк. Вот. Что-то у меня, товарищи, возникло впечатление, что банковский сервис в России буквально с каждым месяцем падает ниже унитаза. То есть, когда я открывал карту к Ситибанке 10 лет назад, таких проблем, которые я сейчас испытываю, их, конечно, не было. Вот. И на сегодняшний момент, наверное, вот этот Ситибанк, он годится только исключительно для того, чтобы, когда вы уезжаете в Америку или в другие страны, просто, наверное, деньги перебрасывать из России к вам на карточку, на Ситибанку. Не для каких других целей банк уже не годится. Интерфейс общения с клиентами совершенно недружественной. То есть, крайне недружественный интерфейс. Я думаю, что, если уж там начались вот эти проблемы, то про груди, банки, наверное, и вообще речи быть не может. Вот мы от моего дома отъехали. Впереди у нас оказались наши небоскреб даунтауна. Буквально там через минут 10-15 я окажусь я в офисе DHL куда заводят. Вот. А в чем выражаются проблемы с банками, в том числе с Ситибанком? Начнем прямо вот с самого начала. Невозможно дозвониться. В них указаны два телефона. Один московский номер, один питерский. Всю последнюю неделю пытаюсь в техподдержку позвонить московскому номеру бесполезно. Потратив минут, наверное, 10 на пересчелывание по их нему дурацкому меню. Их нет, ответчик звонки сбрасывает. Поэтому сейчас вам доступен только питерский номер. И то не сразу приходится дозваниваться. Следующий дурацкий ход. В том году, видимо, у них было освоение средств на улучшение. Вот. Наверняка пригласили улучшайзеров. Ну вот. И кто там, наверное, из улучшайзеров предложил такой вариант, что теперь, чтобы войти в систему банк-клиентов, будь то у вас ноутбук, там, не знаю, компьютер стационарный, будь то сотовый телефон на андроиде, необходимо запросить смс-кой одноразовую пароль. Учитывая, как работает смс-связь в России, это превращается просто в кошмар. А если речь идет про отправку смс-ок за рубеж, это адский ад. Просто адский. Вот. И самое, что... Ох, какая машинка-то у нас осталась. Прикольненькая такая, что за машинка-то была. Вот. А самое неприятное, самое неприятное. Представьте, вы работаете на андроиде, к вам пришла смс-ка, вам нужно срочно там что-то сделать со своим банковским там счетом в IT-систем банк-клиентов. И вот как в андроиде, в общем, на старых версиях, переключаться между режимом смс и... О, лошадки тут. Прикольно. Какая там собачка замечательная. Сегодня просто праздник какой-то. Прямо какой-то показательный выезд, да. Вот. Соответственно, как вы в андроиде будете между задачами переключаться, этот пароль смотреть, возвращаться обратно. Все, естественно, тормозится с интернетом. То есть, просто тихий ужас. Техподдержку по поводу этого глюка к ним писал неоднократно. Ругался. Полгода у меня вообще смс-ки в Америку не приходили из сети банка. То есть, в IT-систем банк-клиент был невозможен. Можно потом посмотреть остаток на счету, но данные о том, что... Кто чего перевел, эти данные были недоступны. Ладно, черт бы с ним. Опять же, заблокировали побуждение. Эти господа мне в течение только прошлого года карточку блокировали два раза. То есть, я пытался с этой карточкой расплачиваться. Ну, в американских магазинах. И два раза их система, если не важно, посчитала... Хотя они все в курсе. Я предъявил, что я уехал в другой стране на Харусе. Их система посчитала, что какая-то незаконная транзакция. И не проинформировав меня, не уведомив меня, вообще никаким образом меня не проинформировав, их система мою карточку заблокировала. Все раз чик и заблокировал карточку со всеми там деньгами, которые у меня находились на счету. И самое что неприятное, когда происходит такая штука, блокируется еще доступ в систему банк-клиент. И вы не можете ни деньги перевести на карточку жены, ничего с этими деньгами не сделать, пока вы не получите свою карточку, и все деньги там находят замороженные. Вы можете ругаться, вы можете биться головой об телефон, не знаю, с телефоном кидаться, все что угодно. Бесполезно с ними на эту тему разговаривать, просто бесполезно. Еще один нюанс. Вот эта вот коронная фраза, которая сейчас звучит практически во всех банках, когда вы включаете автоответчик, дознаете техподдержку, значит, разговоры записываются, нам важно знать ваше мнение, мы улучшим качество сервиса, ля-ля-ля, три рубля и все такое. А ни хрена они ничего не улучшают и ничего у них не записывается. То есть я поймал себя, ну не то что на мысли, а поймал себя на своих действиях, что за последние два месяца обращения в Ситибанк, когда я просил к нему менеджера, который что-то там делает, сделать какую-то операцию, и он вроде бы там где-то записывал у себя, ну какой-то человечек на Харлей, Дэвидсон, вот. Вот этот менеджер просто всю эту информацию терял, он просто видимо забывал ее прямо сразу, как только и клал трубку. То есть, бывает такая ситуация, я попросил там отменить платежи за какое-то страхование, которое мне навязали. Мне сказали, да-да, мы отменим все замечательно, отлично. Проходит там месяц, платежи снимаются, я звоню, выясню, ребят, что происходит, мне говорят, а вы знаете, у вас заявки не было. Как, блин, у меня не было заявки, я всем звонил и оставлял заявку. У нас в системе заявки не зафиксируют. Второй нюанс. Дозванивают, 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 и опа, значит, после где-то часу ночи по Москве, после двух, у них система регулярно падает, или переходит на режим тестирования. Я говорю, ребят, у меня там проблема с платежами, еще какая-нибудь там. Мы не можем посмотреть, у нас система находится на тестировании. Я говорю, ребят, хорошо, система находится на тестировании, заявку вы можете принять и это сделать, когда у вас система тестирования, там, обновление выйдет. Нет, не можем. Замечательно, очень хорошо. То есть, вот такое отношение. Дальше, с этой их некредитной карточкой, которую мы опять тоже навязали. Значит, захотел эту карточку вообще отменить. Я сказал, не нужна мне ваша карточка, засуньте еще куда подальше. Я хочу просто... Мне говорят, ты должен прийти в банк и заявление принести в письменном виде. Я говорю, не могу я в банк прийти? Я в другой стране нахожусь. На что мне придурок, который там у них поп на телефоне отвечает, я вас понимаю, вы не можете прийти, но вы тогда отправьте нам по почте это все, то есть в бумажном виде заявления. Я говорю, а по почте там зачем? Вы можете вот сейчас принять у меня вот это вот заявление, вот по телефону или вам по электронной почте? Я вас очень понимаю, сказал менеджер, но не могу этого принять. Я говорю, какого хрена? Если вы меня понимаете, если вы меня понимаете, понимаете, что нахожусь в другой стране, понимаете, что почта России теряет корреспонденцию, если вы все это понимаете, почему вы не можете принять заявление, отменить эту карточку? Мне она не нужна вообще. Или вы не понимаете ни хрена, или тогда не говорите ту фразу заученную, если вы все понимаете. Что это вообще за отношения? То есть вот такое вот резюме. То есть если у этих ребят проблема с персоналом, видимо, персонал сейчас нанимает, я не знаю, как персонал сейчас нанимает, из каких регионов, из каких областей нанимает персонал туда, значит, про другие банки речи быть не может. Я еще отдельно сниму как бы про дельт-кредит ролик, вот. Но это вообще форменная жесть с ихними ипотечными кредитами, вообще с кредитами, взаимоотношения с ихними сотрудниками, вот. То есть это еще хуже, чем в Ситибанк. То есть тут, по крайней мере, от деньги не держу, и я, по большому счету, ничем не обязан, вот. То есть там, конечно, вообще, просто тихий ужас. Вот. Ну и вот, как бы нужно перейти, наверное, от негатива к позитиву. Вот не хочу я про негатив говорить, и все равно вот каждый день, да нет, какой каждый день, периодически вот возникают звоночки, статьи с бывшей Родины, со всем этим геморроем. Когда этого нету ничего, все замечательно. Просто все превосходно. Солнышко светит, пробок нету, никто не достает просто. Праздник и умиротворение. Вот. Как только у меня возникают какие-то нюансы из той прошлой жизни, так, блин, какой-то прям геморрой, в Несу Свет. Вот. Ну мы уже практически до аэродрома доехали. Я пока отъехал, рассказывал за Ситибанком. Мы уже доехали до нашего аэродрома. В прошлый раз вы видели дорогу в обратную сторону, я снимал там. А по правую руку у нас тут, я сейчас немножко камеру отжасно сделаю. Вон там кукурузные, понимаешь, поля. Кукуруза во всю. У нас тут уже колосница. Тут все засеяно. Все посчитали, что все в кукурузе. Дядь Хрустёбов, там, Довголин. Кукуруза. У нас там, конечно, пролетел сумменьшедший. Все. Да. В больших случаях, сделала, но, сегодня, про книжку я вам не подсказывал. Первую книжку с ней сделали. И вот, сего, Раф, у меня вот ее эликсор, прислал на этот финальный, укритичный просмотр. Что касается, более-менее, штуки, фореографии. Такое, такое, среди сфан. Время. Я вот, свои фотографии, которые я снимал в разные ромки, интересные. Вот. Пут снимал на реклам. Отдельно. Пут сальной. Пут сальной. Существует верно. Редактор. Что-то по анну. Заказать видео. Пут снимать. Пут сальной. Желающие, дебильничку, или нашите, или мейл. По указанию, я там, ему, емэкку, так что, про них, занявочки, за пределку. Ну, книжку, я понимаю, за их заказы. Потому что, диапотон, не одни, добросов, каждый хотят видеть, те же, воплощающую идею, которая, чего начать, по танцевскому, убежать, а там, не знаете, нужно подробно, жену, как он, на что он, начать снимание, убирать, кейсы, самостоятельно, терял, для своего, ну, чтобы потом, видеть, живо, и, бульон, все так, очень, очень, жену. Так что, заявки. пишите. Меня сейчас очень много, любил смоте, и, у меня новых, немного, накопилось, не успевали, реалов, идеи для, видео я полезно, я сниму сюжет, просто на дня, идеи Диана, мне такое чудо, я тут пообщу, с Юрой зашла, тут пообщался, у меня блогер, грязнее, да, из, прибыли, я из Пениссара, только у меня, Ютуб, у меня на крабле, на поликмаркете, посмотрел, где-то, кто происходит, зондируют, меня видеть, это называется, футилия, зондируют, не миг, а зондируют, видео, Ютуб, конечно, вот так, на твое, стало, что, вверх, убатывать, показать, пока, это, заработка, на ройной занятиях, поэтому, каналы могут продолжать, везде, заключительно, на облиг, волонтер, в условиях, будут, снимать видео, интересные, для людей, кому, может, пригодиться, отличать, бесплатно, на ютуб, тут, как-то, единственное, что, может, доходить, если, пользователи, приходят, на, вот, за просмотры, там, конечно, нужно, выкладывать, какие-то, мега-видео, которые собираются, по миллиону просмотров, чтобы, хоть, что-то серьезное, ютуб начал выплачивать, все эти фирмы, стараются тебя, одурачить, околпачить, и ничего не заплатить, и вот, фирмы, которые предлагают, партнерские программы, по рекламе, короче, очередное, мошенство, такое, правда, упрощенное, так, ну че, так, 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 ну, походу, я же недалеко, так, у меня тут уже, указатель, аэрокарго, где-то, скороб и порог направо, вот, не забыть, не проехать его мимо, так, камрады, кто канала хочет помочь, будь премногопризнателен, всегда рад вашим донейшнам, пусть там даже это 1-2 доллара, у кого возможности нету, кто студент и учится, ну, можете просто покликать по рекламе, по этим вот баннерам, глядишь, может ничего YouTube на бензин и подбросить, во, ёкарный бабай, что-то я, резко-то повернул, так, ну, что тут у нас, ага, поворачиваем, ну, вот мы практически прибыли к терминалу, DCHL здесь работает хорошо, в прошлый раз мне менеджер визитку свою дал, позвонил, узнал, гроз лежит, меня дожидается, надо было, ну, на будущее скейжл сказать, когда заедут ко мне, домой, то, последние три раза, техникурьер приезжал ко мне, у меня дома не было, он обиделся, сказал, что, типа, я сам буду дальше пикапить, у него нет возможности, каждый раз ко мне заезжать сюда, потому что это непорядок, сейчас немножко по скандалю, ну, только самую малость, на них грех жаловался, ребята хорошо работают, ну, ну, вот, мы в хапре, вот, DCHL Forevo, а тут даже взлетная полоса, может быть даже тут устроить как-нибудь, сниму видео, как самолеты здесь садятся, взлетают, вот, на этой славной ноте, хорошего вам всем дня, здоровья, удачи, и всяческих успехов.